Всем привет, с вами Прия. После очистки сумок и после просмотра абсолютно всех реагентов, которые скопились за долгое время игры, пришел к одному очень интересному выводу. Да и люди, которые играли в Легион, накопили данный реагент в большом количестве. Очень много вопросов по типу, куда его слить актуально на текущий момент времени, куда можно пустить его на большое получение голды, чтобы особо много действий не делать. И все такое прочее. В принципе, ответ найден, но опять же, стоит понимать, что можно и в какие-то другие профессии запустить кровь Саргераса, этот зловещий реагент. Ну а мы обсудим сейчас абсолютно все и посмотрим, куда выгодно девать кровь Саргераса, на какие профессии можно немножко сохранить кровь Саргераса, ну а при каких можно просто сливать ее бездумно. Изначально рассмотрим абсолютно все профессии и куда более-менее можно потратить эту кровь Саргераса. Открою окно гильдии, открою вкладку профессии и начну просмотр, например, с кузнечного дела. Просто введу кровь Саргераса и на что мы, собственно, можем это все потратить. Реликвии нас не интересуют, броня нас не интересует, а вот маунт в виде упряжи закованного в сталь пожирателя весьма интересным предметом является 50 крови Саргераса и плюс 1 маунт. То есть, если у вас есть какие-то другие старые реагенты, то как вариант, будучи кузнецом, можно кровь Саргераса сохранить. В инженерном деле весьма интересным крафтом является инициатор, питомец, который также требует 50 крови Саргераса. Но крафтить его, продавать ли его на ауке, дело, конечно, ваше. В кожевничестве тоже есть интересный крафт с помощью крови. Это персональный маунт, который крафтится на максимальном навыке кожевничества легион. Требует всего лишь 25 крови, так что просто можно слить это количество на крафт маунта, ну а дальнейшую кровь реализовать уже в то, что будет рассказано далее, после просмотра всех профессий. Кровь Саргераса в партняжном деле нужна для крафта 30 ячеечной сумки. Но, как мы прекрасно знаем, с Дренора есть аналог, который крафтится в течение 5 дней. Это сумка из волшебной ткани, так что тратить 10 крови Саргераса с целью того, чтобы скрафтить сумку из прочного шелкового полотна, не вижу смысла. В ювелирном деле кровь Саргераса нужна лишь только в количестве одной штучки для крафта игрушки, а именно камень Говорун. Наложение чар также имеет при себе крафт игрушки. Тут уже нужно чуточку побольше крови Саргераса, 5 штук. Можно просто скрафтить одну игрушку, ну а дальнейшую кровь Саргераса просто слить. Кровь Саргераса в алхимии используется для крафта зелья длительной силы. Если вы вдруг собираетесь качать твинков эффективно и хотите убивать мобов чуточку быстрее, то почему бы его не пить каждую минуту? Это полезно, вы можете мобов быстрее убивать. Но если вы не гонитесь за этим, то тогда и никакого смысла крови Саргераса в алхимии вы не получите. И теперь мы пришли к самому интересному. Как уже было сказано ранее, кровь Саргераса можно выменивать. Мобчик, который находится в Делоране, позволяет нам сделать это прекрасное действие. Чем больше у вас крови Саргераса, тем, конечно, больше различных материалов можно выкупить. Нас интересует трава, которую мы будем в дальнейшем просто-напросто измельчать. По моим подсчетам, может, конечно, они неверные и вы все это абсолютно пересчитаете и в комментариях дадите какую-то свою правильную теорию. Стоит, как я думаю, закупать Гризалист с целью того, чтобы получать намного больше розового красителя. Также мы будем получать Кошмарные Стручки с процентным шансом 14. И с них также будут падать различные красители. Розовый и Землистый. Ну а Землистый краситель мы просто-напросто будем переделывать в фолианты Безмятежного Разума. Я уверен в том, что к моменту старта 8.3, к старту рейда Неолоты, точно будут покупать все эти фолианты дороже, чем они есть на текущий момент времени. Ну а розовый краситель. Реализация его крайне проста. Нам нужно зайти в любую лавку начертателя, абсолютно в любом городе, найти мопца, который торгует чернилами. И абсолютно все розовые красители нам нужно выменять на мрачно-коричневые чернила. Далее нам нужно портнуться в наш основной город, обучиться начертанию катаклизма. И с помощью начертания катаклизма мы начинаем крафтить карты. Таинственные карты удачи. Один пергамент, одни мрачно-коричневые чернила. Я тут уже посидел, покрафтил, сумочки они имеются в количестве 1500. Хочется вскрыть их и показать вам, какой интересный дроп будет и сколько голды будет вообще получено с 1500 карт. Все ускорю, подставлю музыку. Наслаждайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Замечательно. Абсолютно все карты открыты. Изначально, по-моему, у меня было 3200 голды. Ну, плюс 2200 голды примерно, да, получается. И была относительно нездоровая улыбка от меня в момент того, когда я увидел эту карту. Это эпическая карта либо на 1000 голды, либо на 5000 голды. Ну, момент истины – это эпическая карта на 1000 голды. Собственно, вскрыто 1500 карт, получено примерно 3000 голды. Я вот так думаю. А зачем я начал эти карты открывать? Ну, это чистая голда, это прекрасно. Мы никак не контактируем с игроками, мы никак не контактируем с аукционом. Мы сами себе накрафтили и сами для себя голдишку получили. Но вообще можно было бы как вариант из всей измельченной легионовской травы накрафтить каких-нибудь символов. Которые, ну, неплохо так на аукционе стоят. Но опять же, покупают ли их? Суть вот в чем. В основном, когда вы собираетесь фармить голдишку, то, что будут ли покупать то, что вы собираетесь крафтить и чем вы собираетесь заниматься. Вот так вот. Ну, в текущий момент показана такая реализация контента Крови Саргераса. Думаю, задумаетесь насчет этого. И те запасы Крови Саргераса, которые у вас имеются, сольете этому мапцу. А макрос для того, чтобы закупать Гризалист без вот этого вот подтверждения, вы найдете в описании. Всех вам благ, счастья, здоровья. Также не забывайте о ссылочках в описании. Берегите ноги. До скорого.